Конечно, несколько возможных сценариев, безусловно, есть несколько возможных сценариев, просто все они, к сожалению, не внушают оптимизма. То есть, с одной стороны, может возникнуть огромная волна национализма, граничащего с фашизмом и расизмом, начнут бей черных или бей там не белых, нам не важно, с одной стороны, это очень плохой вариант. Настолько же плох вариант, когда начнется, настолько же плох вариант, если Европа, старушка Европа начнет, и она уже начала давным-давно, исчезать, как вот такое понятие, которое мы веками вкладывали в это слово Европа, европейские ценности и так далее. И это очень большой шанс, что это произойдет, потому что европейское общество, будь оно католическое или протестантское, потеряло веру на самом деле в Бога. А мусульмане верят, и голландцы или там Бревик может миллион раз жаловаться, что там мечети скоро, так сказать, затмят небо и не будет не остановиться местом для христианских храмов, так мусульмане ходят в эти храмы, эти храмы востребованы. Вот другой вопрос, почему это происходит, почему происходит мусульманизация Европы или оцветнение Европы в этом смысле. Нельзя быть самым умным все время. Это естественный результат колониальной политики еще позапрошлого века, там, в 19 веке, даже зачастую раньше, чем в 19 веке. Это абсолютный результат появления и потом распада Британской империи. Появление и распада вот этого огромного конгломината французских колоний в Северной Африке, Алжире, Марокко, Тунисе. Все отметились, и Италия имела колониальные владения. И сегодня, когда, я не хочу сказать, что европейцы или там американцы или там западный мир сознательно разрушают страны, там под предлогом насаждения демократии разрушают на самом деле экономику и политическую жизнь в этих странах. Я не хочу этого сказать. Я хочу сказать, что даже если они искренне хотят предложить тунисцу шведскую модель демократии, они совершенно забывают про тот вопрос. Нужна ли она ему? Годится ли она ему такая демократия? Нужно ли ему легализовать однополые браки? Нужно ли, чтобы был родитель номер один, родитель номер два? Нужно ли, годится ли это для них? И даже если это делается искренне, освободить там бедный египетский народ от гнета тирана и автократического режима, даже если это делается искренне, это делается крайне... Сейчас, уже сегодня, это арабская весна и все такое, это делается крайне неуклюже и очень грубыми способами. Когда распалась английская империя, и англичане ушли из Индии, погибло 5 миллионов человек. 5 миллионов человек в конфликтах между индусами и пакистанцами. 5 миллионов человек, это вполне сопоставимо с геноцидами евреев или результатами Второй мировой войны и так далее. Когда уничтожали американских индейцев, то же самое. То есть, а вот что будет с Европой сейчас? Это очень большой вопрос, потому что, естественно, естественно, иммигрантов становится столько, что им уже проще становится не ассимилироваться, не натурализоваться, не учить язык, делать свой маленький Алжир в Париже или свой маленький, я не знаю, Стамбул, Берлий, вот, и так далее. Мне кажется, что Европа переживает, по крайней мере, в лучшем случае, очень тяжелый кризис, а может быть, начало конца.